мы как бы создали этот продукт когда-то и никто не подумал как он будет разлагаться в земле как что что дальше и когда это кусочками такими небольшими привозилась у нас глаза загорались как у тех индейцев с бусиками мы тоже такое хотим то есть это всего лишь 10 минут использования этих предметов и тут же они полетели в урну потому что пресловутый пакет пакетов в доме достал наверное всех люди очень многие не знают о том что проблема есть о том что надо решать и о том что мы сами каждый из нас каждая семья каждое хозяйство может повлиять на ситуацию надо что-то с этим экстренно делать что переработка сортировка нам особо ничего не даст она не пахнет но но в то в то же время продолжает влиять через 50 лет мы схватимся за голову и скажем пошел же мы не подумали тогда как-то нет здоровых есть плохо обследуем точно здравствуйте любители природы меня зовут борис я приветствую вас на канале фауна беларуси сегодня поговорим о вещах из легко разлагающихся материалов и гостем нашего канала станет юлия буканович здравствуйте июля простите представьтесь пожалуйста да меня зовут юлия я из города бобруйска я ремесленник и вся моя ремесленная деятельность направлена на то что мы создаем товары которые заменяют одноразовые пластиковые товары то есть этого товара многоразового потребления которое можно постирать и использовать долго долго они заменят нам много изделий которые мы выкинем там воспользовавшись иногда буквально минуты на помойку я впервые о вас узнал о вас и вашей сестре из новостного сайта тут бай и мне показалось эта тематика очень интересна и актуальна и важно для каждого из нас и я решил и вас поддержать и познакомить зрителей вот моего канала с вами и вашими изделиями действительно эта информация требует распространения люди очень многие не знают о том что проблема есть о том что надо решать и о том что мы сами каждый из нас каждая семья каждое хозяйство может повлиять на ситуацию скрыть и почему вы решили этим заниматься почему решила ну потому что я наверное не могу стоять стороне ничего не делать я понимаю что я не тот человек который поедет куда-то далеко и будет в океане выгребать мусор и у меня нету никаких нибудь там суперспособности чтобы придумать какой-то агрегат который это будут будет делать или еще что то но я понимаю что мы можем что-то создавать что-то вот делать сами своими ручками и предоставлять людям возможность пользоваться этими изделиями то есть когда мы пришли вот к одной из замен фасовочного пакета и люди на рынках в магазинах реагировали какая классная какой классные изделия как здорово им пользоваться а где вы это купили я понимал что мне нет ответа что мне придется их отправить германию где я на тот момент приобретала эти изделия и я поняла что надо предоставить вот что я хотя бы могла дать ответ что пожалуйста вот есть вот такую такой сайт или такая группа что вы там можно приобрести и вот мы сестрой как ремесленники на тот момент начали придумывать эти альтернативы искать какие-то варианты как заменить что и заменить и вот у нас одно за другим появлялись изделия основная функция которых именно заменить одноразовые изделия которые много валяются лет потом на пластики и не разлагаются как правило либо разлагается ну действительно мы даже не можем предсказать сколько лет это будет произойти то есть все остальное все все что нам говорят что там это 50 лет или там 400 лет тоже никто не знает на самом деле наверное разговор о том как это влияет на природу он бесконечный потому что на самом деле мы всех последствий наверное представить не можем то есть то что тот мусор который оказался в океане я думаю что это в принципе обнаружено было не так давно там скопилось такое количество пластикового мусора что наверняка это реально вот уже возможно столько сколько существует вообще пластик вот он туда поставлялся течениями всем остальным и самое интересное что это вот то что сейчас несколько раз новостях говорили о том что там целый остров образовался на мыло течениями так что там у нас била в одном месте но страшно представить если это плавает на поверхности то явно ну как минимум столько же утонуло и это где-то вот все валяется посреди всего океана и встраивается уже встраивается в экологические системы как вы считаете это считать нечего это естественно это абсолютно противоестественно нам и то что сейчас как бы однозначно там допустим рыбы и все-все что-все что живет в океане она напитана просто микропластом потому что рыба фактически является фильтром этой воды то есть она проглатывает все что мелко ей попадается пластик со временем распадается под воздействием соленой воды под воздействием ультрафиолета он распадается на микро пластик то есть обитателем океана им просто не уйти от этого никуда естественно и нам попадает это тем кто-то это кушает тем кто это кушает попадает это на столы и у человека сейчас я не знаю два года назад не могу вспомнить точно в общем проводились анализа что в крови уже находят микропластик поэтому это однозначно один из поводов бить давно в набат потому что онкология и все думаете как кровь попадает в микропластик ну через через пищу через через опять же у нас вода которую мы потребляем у нас огромное количество средств которыми пользуемся для тела она содержит микропластик то есть все частицы которые меньше пяти миллиметров иду и у каких размеров до любых размеров до нано там каких там уже это то есть это все микропластик и получается это настолько мелкая маленькая очистные сооружения не могут с этим справиться вода потом попадает в рейки так далее то есть фактически мы уже везде его расплодили этот микропластик так как пластик в любом случае когда-то будет разложен вот на это то эти эти частицы будут вести влияет это очень сильно на здоровье то есть сколько я не смотрел немецких репортажей у нас я не вижу таких вот публикации но в германии очень много публикаций по для того что очень сильно сбивает в первую очередь гормональный фон почему-то вот на эту делают упор что именно вот эти частицы у них там есть какие-то определенные названия общем и именно влияют на гормональный фонд разбивается все люди люди как бы сдают анализы понимают что там просто зашкаливают и на какой-то момент примеру отказываются от потребления продуктов которые изначально в какой-то пластиковой таре и уже через неделю-две в лаборатории видно результаты что у человека вывод так сказать усиливается и потом анализы становится лучше то есть однозначно если она настолько попадает к нам в тело это инородные инородные вещи то есть однозначно это будет влиять и мы еще больше себе добавляем как бы путь сторону онкологических больниц и или каких-то других диссонансов в нашем теле но это как раз вот в тему в талатов 1 в одном из предыдущих роликов с чумаковыми степаны чем мы говорили на эту тему как почему ну одно из предположений почему сейчас так много людей но скажем так с нетрадиционной ориентации следствием одной из причин может быть как раз да да сбивается гормональный фон очень сильно опять же вот если обратить внимание ну пластик пришел в европу намного раньше и проблемы наверное вот эти вот тоже к ним пришли раньше поэтому скорее всего действительно есть такая взаимосвязь что у них там тоже вот это вот все появилось именно из-за того что гормональный фон начал сбиваться а мы как бы создали этот продукт когда-то и никто не подумал как он будет разлагаться в земле как и что что дальше то есть обрадовались о какой прекрасно замечательно давайте все в него и пищу и не пищу все будем складировать а что дальше что дальше почему-то как бы дальше мысль не пошла и только когда это стало колоссально много когда обнаружился реально этот огромных масштабов вот этот вот остров мусорный только тогда вот начали какие-то вот проблески того что надо что-то с этим экстренно делать что переработка сортировка нам особо ничего не даст что эта ситуация серьезной переработку если в первую очередь коснуться как бы нас сейчас ориентирует на сортировку переработку я ни в коем случае не против я за это обязательно должно быть но это не решено проблемы потому что переработка даже в условиях очень высокотехнологичных вот этих переработочных предприятий 3 5 циклов максимум перерабатывается пластик а потом что он останется тем вот какой он есть и он не может строиться в экосистему он не может строиться в природу чтобы это не повредила экосистеме дальше не повредила человеку и животным то есть что делать то есть уже изначально нужно отказываться от этого а не ставить как бы вот что что вот мы сейчас будем перерабатывать все будет замечательно то что же европа пошла по этому пути и сейчас как бы они сталкиваются с теми же проблемами то есть некуда девать некуда девать вы кстати знали о том что у нас оказывается в европе я вот много лет прожила в европе я не знала что моя экологическая совесть была просто усыплена вот тем что я сортирую мусор я была уверена что все что я положила в пластик это переработать все что я положила там металл наверное стекло это не так проблематично но именно вот пластиковая упаковка которая просто зашкаливает европейских магазинах это действительно просто какой-то пластиковый кошмар когда заходишь туда в супермаркетом упаковку не упаковано купить крайне сложно и я была уверена что это все перерабатывается потому что вот вот оно так все замечательно и красиво прописано но на самом деле даже германии справляется с производства переработка вот этого пластика я не отправляли это просто в китай а в 2018 году китай сказал все я больше не буду перерабатывать мы подождите там же есть какая-то страна сейчас не могу вспомнить которая прямо закупает даже из-за границы это друг это другой момент и тоже очень к сожалению не веселый то есть что происходит сортировка сортировкой там что-то они там перерабатывают куда-то там остаются какие-то отходы которые они используют для сжигания они получают из этого энергию получить из этого энергию ладно как бы мы получили хорошо но когда она сжигается она не уходит никуда то есть часть из этого не преобразована в энергии на выхо вылетает извините в трубу через фильтры часть остается токсичная зола многоступенчатые фильтры не обеспечивают защиту из когда проводились исследования то радиус который в радиусе там где не знаю 10 километров люди страдают то есть повышение онкологических заболеваний и так далее она не пахнет но она в то в то же время продолжает влиять то есть возможно мы не все можем отследить до сих пор возможно эти фильтры не справляются на сто процентов но опять же хорошо пусть они даже исправлялись бы на сто процентов то что отфильтровано куда деть это высоко токсичные вещества куда это как это утилизовать то есть это мы вот какой-то вот супер-пупер радиоактивное что-то страшное вот в этих фильтрах накопим куда это потом опять землю закопать воду слить куда никуда а зола которая остается то есть на в этих реакторах или как правильно называется она выжигать куда эту золу она тоже высоко токсично это страшные вот то есть они это как-то капсулирую что-то пытаются сделать но в итоге мы получим очень ядовитый супер ядовитый мусор поэтому сжигание здесь для меня я тоже смотрю на то думаю это какое-то безумие это просто тупик а видели два фильма у елена летучи да 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 на первом канале если честно мы были просто возмущены этими фильмами то есть если первый фильм и ждали думаем боже мой ну наконец-то вообще кто-то заявляет тем более лена летучи с своей репутации с тем насколько она может преподать материал мы были просто в восторге и первый фильм вообще не понимали думаем ладно во втором фильме будет разгадка а это просто была реклама мусоросжигательного завода то есть возмущены были все к активисты все кто хоть как-то понимает что происходит то есть на сегодняшний день я вот сколько слушаю вообще людей которые занимаются и пытаются вообще что-то предложить вообще по ум решения нету решение только одно максимально тормозить все убирать отказываться и это только одно решение то что все остальные решения они как бы получается они решают вот это следствие того что мы будем оставим все как есть мы точно так же будем производить пластик ну ничего страшного потом электроэнергию из этого получим то есть нам все время пытаются успокоить нашу эту экологическую совесть наше экологическое сознание что ничего страшного чего-нибудь потом придумаем так она не придумывается все что не придумывается делает только хуже ну ну вот в личной беседе уже немножко поговорили об этом но вот я заметил что наши ну по мере наше государство наш президент даже обратил внимание на то что европейцы уже отказать пытаются отказаться от пластика да и мы вот хотим также и даже вот это было предложение в посудах отказаться от одноразового одноразовой посуды то есть но мне кажется все не так плохо мы постепенно постепенно к этому ну пускай не через 10 лет может через 20 через три суммы к этому мне кажется должны прийти ну будем надеяться конечно что какие-то перемены будут происходить здесь конечно какой-то наверное запрет просто необходим потому что все эти полумеры они не решат ничего потому что мы на самом деле не знаем вот сколько осталось на к нашей экосистеме пока она просто не взорвется потому что когда каждый раз когда мы видим что где-то происходят какие-то катаклизмы мы же вот как бы собственно своими ручками вот это все и сделали так вот до какой степени нас вот матушка земля терпеть то будет пока мы будем себя так вести решать какими-то полумерами какие-то вот эти все вопросы поэтому да конечно хорошо то есть допустим в грузии в прошлом году полностью запретили опять же запретили то я вот недавно попала на статью и подумала что я все думал наверно же как-то это грамотно все делается потому что запрет тотальный вот сегодня на завтра но за ним неправильно потому что кто-то остался без работы кто-то там допустим торговал к примеру этими пластиковыми пакетами у кого-то еще какие-то проблемы то есть должны как-то люди быть предупреждены что это будет чтобы они как-то подготовились к этому потому что вдруг сегодня на завтра человек приходит все к тебе больше этим заниматься нельзя а у него естественно и семья кормятся этим и это не один человек это действительно большое количество людей на этом завязано вот то есть они как как-то там что-то что-то пытаются делать мы надеемся шик нам такой запрет придет потому что он необходим и без этого мы дальше не решим потому что тот же пластиковый пакет который ну каждая семья приходят супермаркета с покупками и очень часто как бы они не ходят со своей тары то есть это всего лишь 10 минут использования этих предметов и тут же они полетели в урну я вот всегда сам задумываюсь вот когда пью воду у себя на работе у нас на работе есть отдельно стоят пластиковые стаканчики чтобы пить воду и ребята надо мной просто смеются почему ты припьешь и так вот из-под крана когда рядом стоит стаканчик и верю вот то есть и минут на потребность да это стаканчик проживет больше чем ты и даже мы с тобой вместе зачем причем у нас как правило действительно вот каждый подход к этому кулеру это каждый раз опускание пластикового стакана потом ведро ну и хорошо если у вас вы сегодня забыли понятно обезвоженный организм никому не нужен но подпишите вы свой пластиковый стакан маша даша саша поставьте в течение дня используйте только его это хотя бы будет один стакан за день ну за день да я думаю вы сейчас предложите постоянно это использовать но как бы я вам хотел возразить нельзя путешествие я вообще против пластика когда это идет соприкосновение с пищей с питьем то есть я как человек который занимается оздоровлением я вот вот категорически против потому что пластик материал достаточно он у него колоссальное количество преимуществом перед тем же стеклом там или бумагой в плане там что он там сложно как-то там разбить он уду легкие там вещи пластичные еще что-то но у него огромное количество недостатков в плане вот как он оказывает свое негативное воздействие на экологию и на любое живое существо ну конечно же на нас поэтому все что касается пластикой продуктов то есть я никому не позволяю говорю все уберите пожалуйста даже не подносить это карту поэтому конечно людям сложно объяснить сложно они готовы это так это что же мне всю жизнь перекрывать поэтому шаг за шагом из жизни должны убираться вот такие вещи как вода из пластиковой бутылки потому что даже если она не вскрытая все равно она будет вот вот эти вот свои микрочастицы отдавать воде раньше все время объясняли что вот вы вскрыли и в течение суток вы должны выпить иначе потом вот она там какая-то не такая какая разница скрыта на или не вскрытая да там попадет еще воздух дополнительно изначально это не нейтральный какой-то материал то есть он все равно будет реагировать с тем что внутри даже над поверхностью металла да если посмотреть дам то есть еще в ангариста химики точнее горяшти даже на поверхность металла летается какое-то количество молекул железа то есть не говоря о том что там вот этот пластиковая для этого узнай возрасте однозначно однозначно то есть я допустим сейчас я уже слышу вкус его то есть если раньше я не понимала как то сейчас я однозначно слышу вот 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 это вот что-то вот вот рядом с пастиком полежала вот я это не естественно не буду касаться ну давайте уже плавненько перейдем к тому к вашим изделиям что вы делаете да хорошо с удовольствием ну первое с чего мы начали это так называемая фруктовка или эко-мешочек неважно почему мы останавливаемся все-таки на название фруктовка потому что для меня когда в названии присутствует слово эко мне хотелось бы видеть абсолютно природный натуральный биоразлагаемый материал в случае с фруктовкой у нас пока так не получается то есть это мешочек из синтетического материала но он заменит вам огромное количество пластиковых вещей поэтому это экологичный ну скажем относительно экологичная вещь вот поэтому мы называем эту штучку фруктовкой и вот вместо фасовочного пакета я в магазин хожу вот с таким набором мешочков то есть он прочный легко стирается легко затягивается и выдерживает приличный вес то здесь два два с половиной килограмма допустим тех же фруктов вот то есть человек приходит с таким набором он не отрывает бесплатный фасовочный пакет он забывает про то что он бесплатный только видимость бесплатно на самом деле ничего бесплатного не бывать у нас в магазинах вот стирается легко и в принципе я не знаю у нас вот полтора года ни с одним мешком ничего не произошло кроме того что иногда вот вот развяжется надо завязать еще раз узелочек вот здесь наверное еще может немножко разойтись но тут можно больше закрепляем швы насколько это возможно поэтому даже это думаю что здесь не не должно произойти то есть это вот основное от чего мы на первых порах наверное это даже на самое простое чего проще всего отказаться это отказаться от фасовочного пакета потому что пресловутый пакет пакет пакетов в доме достал наверное всех и все понимают прекрасно что это потом ну и никуда и никак это не с я знаете как че делаю я в общем-то когда покупаю фрукты в магазине я ну естественно от этого никуда не денешься положит а в пакетик принесешь домой потом я эти пакеты вторично использую просто пищевые какие-то отходы или пластик тоже самое собираю потом выношу ну конечно так себе нет долгое время у меня когда еще не было вот и вот этой альтернативы потому что мы к теме эко пришли вот с 2009 года я так сказать выпустить постепенно мне тоже далеко не сразу все это произошло постепенно внедряясь во всю эту тематику я долгое время с мужем мы ходили с бушными пакетами я всем говорил что мне не надо ваш бесплатный новый я хочу в этот не отрывайте мне я уйду к другому продавцу то есть у меня реально была струсуха у меня был стресс каждый раз от того как мне нужно совершить покупку потому что каждый раз завязывался спор с продавцом что мне не нужно бесплатно мы конечно парировали экологии пытались как-то объяснить но я выходила просто так как просто после боец после ринга муж как как ты этого держишь я говорю ну надо как-то объяснять но когда появилась вот эта штука это оказалось настолько легко откуда у вас она такая люденькая где такую купить поэтому одно удовольствие если честно даже вставить пару фраз про экологию немножко где-то зародить вот зерно того что надо что-то менять потому что люди все-таки со временем дает обратную связь что да вы правы что да мы пока не понимаем вот как но вот вот оно должно меняться ну вот это один из вариантов давайте через авоську посмотрим вот у нас есть такая воська она у нас скажем так это на сегодняшний день она даже больше какой-то модно аксессуар она растягивается здорово она не такая специально не такая большая потому что она иначе растянется будет до земли из нее так неплохо влазит и сейчас у нас 2 витовой ски мы вяжем более бюджетный ну смотрите вот здесь вот пять покупок возьмете а здесь как бы сложно будет на кассе плюс на кассе вот это вот взвесят же вместе с чем-то когда речь идет о яблоках ну что то что то такое то нормально вот когда завешивают мешочек вместе с орехами которые стоят на 20 рублей килограмм тогда уже вот он убьет по карману но как правило отнимают вес то есть я не знаю у нас по крайней мере мы договариваемся нам завершить затаривают его и потом просто насыпаем на весах есть специальная кнопка обнуление да 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 она не во всех то есть у нас допустим вот орешки вот я хожу с такими маленькими потому что в эту не очень удобно как правило отшиваем трех размеров 30 размера не взяла то есть сухофрукты орехи вот такое небольшое кто любит конфеты не надо конфеты покупать но кто любит вместо фасовочного пакета вот тоже вариант вы знаете большая проблема затем затрону тему конфеты я иногда люблю шоколадку съесть и когда вот после того как мы с линии степановичем самый первый ролик записали этих химических там всяких добавках и консервантах и так далее сложно достала шоколадка шоколадки руки да я уже готов дорогой шоколад покупать наш белорусский дорогой только дайте мне без этого и как-то очень сложно сложно найти а у меня еще требования чтобы это было картонная упаковка и внутри не было пластика приходится какой-то французский шоколад покупать кстати он на мой взгляд не очень дорогой не буду его сейчас рекламировать он на мой взгляд не очень дорогой но там вообще там даже ли соевого лецитин и помолит соевый соевый лицитин сетра да и там даже я не знаю как это вредит или не вредит это здоровье там даже его нету в описании но вот горький шоколад как правило у него ограничить то есть какао масло какао порошок ну сахар в худшем случае там что что-то более адекватное там могут положить качестве подсластителя вредный компонент это добавляет для чего для того чтобы во-первых увеличить срок годности продукта да во вторых удешевить производство но по поводу какао я вам это сразу аппетит перебью между нами вообще на самом деле это очень не полезный продукт даже горькая горькая шоколадка я тоже скажем так пищевой наркоман в этом отношении и вот это действительно сложно отказаться какао-бобы когда они с их сняли и их там подготавливают вот это вот процесс этот сушки и вот что там с ними происходит происходит какой тот момент ферментации там попадает плесень и вот это вот плесень она это вот вот то с чем у нас не может справиться даже тоже натуропатия то есть если мы там как-то с паразитами плюс-минус еще воюем то есть плесень очень туго все вы имеете ввиду это аллерген типа это та плесень которая потом у нас крови просто плавает и создает в массу всего то есть бактериоза там я не знаю до аллергии до до онкологии то есть это все настолько переплетено и и вот 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 сложно это разделить но кстати на эту тематику мысли степан еще второй ролик записывали обязательно посмотрите его там это очень подробно он рассказывает очень интересно то обязательно потому что на самом деле вот тема плесень я пока обучалась вот то что я профилактически подхожу к здоровью но вот оказалось что шоколад имеет вот такую вот опасность мало того что он привыкание вызывает мало того что он немножко ну не знаю как как сказать наверное не наркотическое легким это такое свойство у него однозначно есть плюс вот именно сам процесс подготовки вот что-то что-то не так наверное может быть вот природа как-то по-другому предусмотрел что мы это если мы это в пищу должны потреблять то как-то по-другому вот как вот мы видно заблудились где-то и вот создали не совсем тот продукт я вот еще хотел что сказать мы же не сказали о том что вот это авоська она но исключительно натурально да то есть здесь нету не полиэстера не нет нет здесь ниточка хлопок плюс вискоза и мы вот сейчас старый вот здесь дело в том что авоська здесь сложное в изготовлении навяжется крючком это долгий процесс поэтому она ну скажем так не совсем дешевая вот сейчас мы из хлопкова необработанные нити по-другому изготавливает такой более бюджетный вариант потому что действительно люди хотят этим пользоваться но авоськи когда там в магазинах некоторых встреч да она очень красиво это произведение искусства но она недоступна для большинства для большинства у нас как бы смысл проекта еще чтобы это было доступно и по цене в том числе да кстати с ценами если ассортиментом вы ознакомитесь по ссылкам в описании к ролику обязательно перейдите посмотрите сколько это стоит и возможно ведут я даже рекомендую это приобрести хорошо пойдемте дальше так следующий у нас вот это вот тоже достаточно экологичный вариант это у нас мешочек для хлеба вот он большеватый потому что сейчас в принципе в минске тем более есть возможность купить хлеб без упаковки поэтому приходится со своей тары покупайте в хобби мешочек это не для хранения это именно для транспортировки хлеба домой охранить чем хранить хлеб чтобы он не зачерствел и избежать при этом пластикового мусора очень сложно вот мы общались с людьми которые занимаются пекарским делом и нас просветили ну по крайней мере вот те люди с кем мы общались может быть еще какие-то варианты только в глиняной посуде какой-то вот хитрой то есть чтобы он там видно как-то так спрятан был мы не нашли для себя ничего как бы мы не не знаем как как стыгли нападать и где у нас такой продается вот но у нас вот девчата которые занимаются хлебопечением они вот там пекут раз в неделю на семью и потом этот хлеб кушать течение недели а хлеб не своего то что в сыр были по советскому просто она все равно он подчерстит потому что он все равно как бы воздух попадает все равно хлебушек черствеет вот и мы вот нашли вариант мы предлагаем восковую салфетку и девчонки ну бы специально большого размера сготавливаем что они заворачивают так там такой же рода данного рода вакуум потому что воска запечатывает все сейчас вот я вам и как раз быстро покажу можно и не быстро это либо это небольшая салфетка то есть это не под хлеб это вот альтернатива пищевой пленки то есть это вообще-то бумажная ткань и на нее на нее нанесен специальный состав из масла жаба воска и смолы вкусно пахнет да пахнет обалденно по моему ароматерапия такая шикарная вот это именно избежать тонкой пищевой пленки потому что она вообще к переработке и собрать ну практически невозможно она как правило грязная маленькая где-то вот очень тонкая то есть это хуже фасовочного пакета по сути поэтому вот если вам приходит то есть мне например она не нужна вообще я себе такую даже и не беру салфетку да потому что я ничего не ничего такого не использую где бы она мне нужна была моей семье допустим и мама и сестра покупает сыр вот чтобы сыр не ветря вот они приобретают услышать она мне кажется маленькая для сыра это какой-то небольшой кусочек а вообще мы берем 3 это 20 на 20 есть салфетки 30 на 30 и вот больше под хлеб мы делаем там 40 сантиметров чтобы вот булка завернулась да 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 тогда ее хватает ну это я не знаю сестра мне ориентировал что 200 грамм гости завернуть можно вот один бутерброд ты то я бы сказал что если вы так заворачивать вот и бутерброд люди люди заворачивают вместо пищевой пленки если она опять же можно использовать тот же контейнер то есть это как вариант когда вот ну именно вам она нужна вся грудь даже это покупку даже покупка к товара надо пропустить через это экологическое сознание нужно ли она нам вообще может быть она да хорошо но вот конкретно вам не нужно как мне вот моем случае то есть мама-сестра не пользуется я не пользуюсь от мне мне она не нужна совершенно вот поэтому вот вариант хранения хлеба это большая восковая салфетка то есть да действительно нам рассказывали что прекрасно хранится долго вниз не сохнет не черствеет хлеб то есть она хорошо его герметично так сказать держит вот плюс абсолютно безвредно то есть потом компост все то здесь абсолютно экологичные биоразлагаемые вещи то есть это не вредит ни в коем случае нашей экологии природе вот опять же вот у нас есть мешочек для сыпучих товаров то есть сюда если есть возможность купить на развес рис макароны гречка горох я не знаю потому что сейчас разновес это проблематично проблематично очень проблематично у нас в минске у вас кстати с этим проще намного проще до бобруйске у нас вот только два магазина в которых есть такая возможность и если честно ассортимент там бедненький поэтому да это это проблема опять же вот из моментов которые кому-то нужны кому-то не нужны вот я этими штуками не пользуюсь у нас вот попросили девочки что нам нужно 6 вот это вот вместо спонжиков для снятия макияжа тоже промывался да просто стирается и вы кто-то кто-то стирает раз в неделю то есть течение недели копит кто-то пользуется двумя штучками ему хватает могут каждый вечер снял макияж стирану положил на на батарею высох и как бы опять она готова потребления вот еще хотел спросить вот вот этот это изделие для сыпучих вещей да и в чем отличие просто получается размер здесь только размер да потому что примерно рассчитано чтобы хотя бы батон либо вот ну вот наши стандартные муханки сюда сюда уже не влезет ясно это ну как бы смысл много не покупать здесь полтора килограмма сыпучего легко водит даже два вот поэтому чтобы не делать большой перерасход материал это тоже не экологичность мы пытаемся каждый раз угадать вот эту вот среднюю необходимую размер мешочка чтобы человеку было комфортно купить и что-то маленькое что-то большое но вот это больше да по под именно под булку в рассчитан хотя сейчас минске у вас в багет и да например люди покупают из под багет уже его или пополамить придется либо что-то еще придумывать но как правило у нас изделие рождается по запросу то есть люди просят что вот это мне вот и вот это нужно и вот мы начинаем что-то выдумывать так ну вот про диски я рассказала то есть опять же вот это кому необходимо кому необходимо то есть ну как какой смысл не надо загоняться что я вот хочу сейчас и к надо обязательно все к товары мне потому что это может валяться быть абсолютно ненужным вот еще и изделия из нашего небо не было раньше этих носовых платочков вот этих вот одноразовых в пластиковой упаковке не было мы все ходили с носовыми платками прекрасно и в принципе носовые платки никуда не исчезли то есть они продаются там в тех же универмагах вы без проблем можно купить хб платок но почему-то я очень редко вижу что кто-то достает настоящий платок из формата все ходят вот с этими темпу или как правильно вот эти платочки влажные салфетки нет обычные вот платки носовые там 10 штук упаковки в пластиковые зачем их одноразовую покупать вы не встречали нет вообще не любит я к своему стыду много лет пользовалась только такими и как бы думала боже какое счастье стирать то не надо вот как бы обычных обычный поток единственно у нас почему здесь нововведение потому что вот такие люди как я которые привыкли к этому баловству что высморкался извините ли там вытер и выкинул я забываю положить чистый поток каждый раз себе в сумку поэтому придумали что вот их тут 7 штук чтобы не забыть что один использовал там кинул стирку а эти еще лежат как раз детками говорят удобно то есть это получается это в качестве продукта это вот в мешочек нет это про это набор носовых можно их по отдельности естественно просто они как бы есть слава богу у нас еще на свои платки не разучили шить из хб ткани но на самом деле я вы даже поражалась у меня друзья которые давно в эко теме мы разговариваем и вот стоят там что-нибудь и достают из этой пластиковые это достает опять этот одноразовый платочек то есть у нас это уже на ну тут строилась мы не замечаем многие вещи просто не замечаем что вот а вот оно до сих пор вот эксплуатации есть поэтому мы вот специально вводили чтобы в конечном итоге даже с акцентировать внимание вот тех людей кто на нас подписан что забудьте пожалуйста про то одноразовое что давайте опять перенеса к многоразовым вещам так опять же у нас есть изделие из джута у нас есть мочалка для мытья посуды это вместо вот этой вот поролоновой губки которая выкидывается я думаю что примерно раз две недели каждое хозяйство но особенно если посуда если семья большая то она выбрасывается плюс на ней я не могу сказать что это замечательная вещь по не того что все таки она синтетическая и скорее всего она там скапливает и бактерии все остальное вот а вот эта штука в купе с горчичным порошком прекрасно работает из посуды из кастрюлями со сковородками вы имеете ввиду горчичный порошок в плане того чтобы вместо вместо моющего средства то есть моющее средство это вот огромная рекомендация просто убирать с кухонь потому что мы просто его едим его смыть очень сложно то есть я когда-то читала исследования лаборатория проверяла после каждого вот смывания чистой водой что остается на тарелке и вот только после 7 или 10 раза они сказали что не так много этого средства уже остается ну кто так пополаскивает посуду никто то есть фактически эта пленочка остается мы наложили там очередную порцию еды на чистую тарелку мы думаем что на чистку я много лет мою посуду соды и горчичным порошком где его купить это горчичный горчичный порошок в любом магазине в любом магазине но хорошо же горчичный порошок он что-то хорошо смывает да он отлично справляется жиром да вообще великолепно просто абсолютно безвредно то есть оно ушло в воду и мы не паримся что она где-то там дальше засорила там замусорила наши реки и так далее насколько примерно порошка чтобы мыть хотя бы там ну пять шесть тарелок ой да в принципе немного я как правило вот она у меня мокрая чуть-чуть сюда нас насыпала все перепачкала горчицы потом просто прополоскала то есть это вот горстка небольшая то есть его на самом деле небольшой расход идет есть еще вариант дачный когда вы берете какую-то миску наливаете воду насыпать это горчичная порошка ну примерно 2 столовые ложки и просто моете всю посуду вот с этой штучкой посуда вся избавляется от жира от каких-то там вещи которые вы хотели удалить и потом просто споласкивать не понял то есть поход и все остальное это все выдерживает прекрасно поэтому не надо травить себя экологию надо пользоваться натуральными средствами единственная вот эта штука могут за последнее время сестрой заметили что с содовым порошком джут начинает неприятно пахнуть поэтому мы советуем не использовать именно тут джут прямо горчичный порошок то есть если раньше пока мне не было такой штуки я пользовалась теми же губками я мыла посуду и соды и горчицы то зависимости от настроения то есть некоторые даже смешивают эти два компонента вот но сейчас только горчичный порошок а сода это вот больше для очистки раковин то есть вместо того чтобы использовать там какие-то вы чистящие у меня бытовой химии вообще дома нету то есть у меня все заменено натуральная так хорошо а вот эта большая что вот это большая это для тела вот сюда вот кармашек для мыла а еще прикольно сюда складывать знать в этом мылочки которые уже так неудобно и выкинуть жалко вот сюда складываете потом это все так сказать до конца пользуется есть ретелечка для хранения то есть натуральная вещь когда она так сказать придет негодность компост и обрадуется вы не будете мучиться угрызениями экологической совести что вы что-то нарушили в экосистеме дальше что у нас есть у нас есть мешочек для изготовления растительного молока это веганская веганская тематика да вообще как бы я так как я веган я не употребляю продукты животного происхождения в том числе молочные продукты но иногда мы делаем растительное молоко молоко на орехах семенах то есть кунжутная например там из грецкого ореха с миндального ореха невероятно дорого совершенно недорого я не знаю понимаете опять же вот это вот сравнение мы очень много не покупаем и поэтому нас эти финансы могут легко распределяться на то что мы покупаем полезно то есть мы не покупаем ни то ни то ни то ни то то есть я в магазин захожу мне вообще там в принципе купить нечего я пошла купила там в лучшем случае там к лимонам подошла к яблокам подошла а вот авокадо в этот раз хороший авокадо еще возьму то есть все и вышло хорошо чтобы сделать литр например молока сколько грецкого первых литрами эти вещи лучше не пить потому что она действительно как бы жирная насыщенная поэтому это такой ну концентрирован достаточно штука это ну скажем так что вам понадобится ну очень очень немного его чтобы у насытиться потому что он достает действительно очень такое насыщенное питательное вот поэтому мы с помощью этого мешочка доем так сказать орех то есть чтобы просто понимать в количественном соотношении вот примерно ну хотя бы ладно 100 грамм 100 миллилитров чтобы полака сделать что сколько орехов ну вот смотрите вот сколько в гости у меня вот наверно на горсть я возьму на 200 миллилитров наверно вот так примерно то есть что что происходит то есть мы размешиваем это в блендере с водой вот воды на она тоже вот под эту курс наверное я возьму вот где-то 200 миллилитров воды потом я выливаю это сюда вот так вот отжимаю добавляю уже по вкусу ну как когда что то есть мне как правило муж то любит поэтому там если он хочет там какао либо мед ну что что такое что что придаст как бы как потому что просто орех с водой это не очень вкусно вот и таким образом получаем растительное молоко но я вам скажу то есть допустим быть веганом это тоже такая относительная экология веганст на самом деле в свое время затмило мне так сказать как как это представление о том что я такая экологичная теперь веган но очень много веганстве продуктов продаются в тех же тетра паках которые очень сложны в переработке в очень много упакованного опять же то есть мы приходим до веганизм это хорошо веганство это хорошо потому что мы не так насилуем планету и все живое с другой стороны мы опять живут веганские продукты пакуем 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 и все время это пластик и все время это проблемы которые влекут за собой дальше и вот здесь вот на изготовление самим это намного как бы намного экологичнее чем что бы то ни было поэтому вот у нас тоже в ассортименте такая штука есть и но это тоже как бы сюда это синтетика мы попробовали очень плотный очень-очень плотный хлопок в принципе тоже пошло поэтому у нас будет в ассортименте и хлопковый мешочек но единственное что это тестировать намного проще там просто надо будет смириться что он будет с но это ничего страшного вы сами знаете что вы там постираете его как бы ну что что-то просто природные пятна натуральные надо их так сказать бояться так ну следующее что я вам покажу это вот такая сумка у нее есть только чиничное название шоппер эта сумка для похода за покупками она маленькая все время так сказать находится с вами там где-нибудь спрятано это полиэстер то есть ее задача быть прочной и прослужить очень долго а почему не делаете из не можем найти ткани подходящие то есть всегда когда у нас не натуральная ткань мы просто не можем найти подходящие ткани но натуральные и только из-за этого возвращаемся к полистеру любой синтетики полистер или там еще что-то неважно вот поэтому вот когда сейчас на кассах да конечно там пытается выводить вот это вот за денежку пакет это конечно хорошо но я вот смотрю народ то не останавливается на пакет беру сейчас народу проще купить на кассе до потратить там 50 70 или сколько там стоит этот пакет и не париться прийти домой принесите продукты и в этом где потом меня это будет как они говорят пакет под мусор типа я все равно его вторично на самом деле я вот даже когда людям ну мне казалось что вот вот они уже вроде бы в эко теме я когда говорю что ну пакет и люди готовы не это там не сложно то мне надо надо помнить что надо сумку с собой взять что-то так так катастрофически сложно я долго к этому привыкал я не знаю я может быть вот ну проживя просто столько лет германии у меня уже как-то вот сложился я там ну там невозможно как и так они всех куча вот этих вот х башных этих турбочек застиранных замученных они их используют то есть я не могу сказать что там пластика мало но вот 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 это у них уже в привычке давно да конечно брендовые магазины используют в любом случае вот эти свои пакеты с логотипами но обычный продуктовый не будет вас этим обязывать то есть там как-то само собой разумеющееся что ты придешь с чем-то есть конечно возможности на кассе взять и бумажные и к сумму можно купить и обычный пластиковый пакет с брендом этого магазина с логотипом но вот вот этого навязанного такого нет то есть это уже вот как бы намного проще вот относятся люди чем у нас ну хотелось бы конечно в люди как-то переходили ну теперь наверное перейдем к гигиене вот и у нас две основные такие проблемы детско-женские которые оставляют огромное колоссальное количество мусора если там женщины допустим сделают элементарные математические действия они ужаснутся какую гору какую гору абсолютно неперерабатываем загрязняющую нашу экологию мусора им приходится создавать просто потому что вот они живут и имеют определенные процессы в своем теле и точно так же это касается проблема детских детских необходимости которые вот-вот нам навязали что подгузники что это все нужно вот ну речь идет конечно же о прокладках то есть у нас отшиваются многоразовые вещи то есть это прокладки женские которые используются во время менструального цикла то есть да к сожалению здесь половина материала синтетические то есть внутри натуральные хлопковые ткани но пока мы не подбираем не удается нам подобрать натуральных тканей найти в беларуси иногда очень сложно или там в россию когда нам приходится заказывать ткани нам приходится вот идти на так на такие компромиссы но в любом случае она прослужит но предположите что вот она прослужит 5 лет и вот допустим пяти штук женщине будет хватать то есть она уже огромное количество а вы говорили там синтетические какие-то вещества есть что за веществ неттики как я имею ввиду синтетические ткани вот эта синтетика и вот эта синтетика внутри хлопковая ткань которая на впитывание работает и кнопка пластика на то есть из-за этого до это как бы относительная к но так как это многоразовая вещь это уже экологично опять же подгузники про подгузники подгузники планируем очень много запросов на самом деле очень много женщины наши интересуются они хотят своих деток во-первых паковать в это все неприятно уже понимая что все-таки это но не очень хорошо для детского здоровья но опять же мы сталкиваемся с тем что с тканями но сложно поэтому сейчас эксперименты какие-то тут и начнем проводить если что-то будет получаться то конечно же будем анонсировать сами очень хотим конечно этот продукт внести потому что нет в принципе варианты есть люди заказывают из россии в россии есть уже как бы кто кто занимается этим поэтому как бы люди не остаются что вы что вот вообще ниоткуда но все хотят конечно свое белорусское поэтому мы попытаемся соответствовать но пока не обещаем будем ждать там и вот у нас есть это ежедневные гигиенический женский уход это ежедневки которые ну к сожалению многим девушкам опять же необходимы и так как это ежедневно то есть это даже не цикл это 30 дней в месяц и 30 штучек выкидываются каждый раз на самом кто-то пользуется реже ну дай бог но в плане что запрос был мы вот отшивали специально девочкам которые хотят избежать одноразового пластика мусора и вот эта вот штука откуда это все извлекало это плотный мешок для того чтобы покупать что-то грязное но например морковка картошка как правило люди гайд ой но в это же тот же просеется все потому что сеточка как я основную сумку там не документы я считаю спачку вот эта штука у нас удерживает все подряд сюда и жирное покупали и что-то 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 к не покупать но не про не да да но она достаточно плотный материал что заводил это тоже полиэстер но просто это особые виды разные виды поэтому это все все в итоге полиэстер ну и вот вы как сюрприз достали мы не производим это просто вот показать что действительно у нас это тоже вот как бы стоматологи нам объясняешь пожалуйста там раз в два месяца до 1 3 месяца надо поменять щетку и нас кто-то перерабатывает на самом деле сложно сложный продукт для переработки есть щетки из бамбука то есть у нее бамбуковая ручка и вот эти щетинки где-то на мне уже видно в ткани немножко испачкалась еще не щетинки ну согласно согласно написанному на коробке это свободная от без фенола а нейлон изучала специально не производителя что что он пишет тому что пишут что стопроцент натурально стопроцентная разлагаемая была уверена всегда что щетинки точно ну как бы останутся так сказать на всю жизнь но говорят что пишут что разложится но немножко дольше то есть если бамбуковая ручка разложится к примеру там за какое-то время а то эти этой понадобится в 2-3 раза больше но да она тоже как бы все разлагаем я думаю что мы сами можем производить из дерева вот смотрите я просто вот в качестве примера что это действительно может быть не из бамбука была недавно в германии увидела щетку из булка произведенной швейцарией если швейцарцы могут значит и мы можем чего-нибудь вот опять же говорили что нас деревья куда-то по щетке да причем это же но вот мы в личной беседе обсуждали что нам иногда и дерево никуда девай да то есть но за бесценны можно прекрасно употребить прекрасно применить то есть действительно на самом деле вот столько я сейчас это тоже подумал одну тему наши дети да нет я наверно начну с предыстории я смотрела один эксперимент то есть одну семью попросили на две недели отказаться от пластика то есть вот то что я упоминал сам начале попросили их сдать анализы потом к ним пришли и корреспондент или кто там вот кто участвовал так сказать организовывать этот эксперимент они забрали у них все пластиковые изделия из кухни и из ванной все подчистую они конечно были в шоке потому что они две недели просто попали в такой вот пластиковый вакуум они ведь мы не знали вообще куда деваться что покупать как кушать как приготовить без пластика потому что у нас ну действительно все везде пластиковая и через двину в общем вот две недели они этого без пластикового стресса получили уже взялся за рубанок нет вот послушайте что произошло дальше через две недели пришли они рассказали конечно как им тяжело было потому что наш пластиковый мир абсолютно не приспособлен для того чтобы как-то вот быстро взять и заменить рассказали как они там пытались вот что-то но самое главное анализа им сделали анализы и хоп у них у всех улучшения кроме маленького ребенка самая младшая семья а что такое что случилось давай искать это причину вот они почистили кухни ванну они про детскую забыли ребенка там везде пластиковые игрушки которые еще в силу возраста тянет в рот и у ребенка как раз до эксперимента была куплена новая игрушка которая повысила вот это есть у него в течение эксперимента повысился вот этот уровень который они контролировали именно вот вот эти я не знаю частиц в общем как как что они конкретно проверяли но они были в шоке что делать у нас сейчас действительно детей просто ну вот мы кормим пластиком покупая пластиковые игрушки потому что ребенок но он не может понимать что это не надо как бы подгрызать подъедать деревянные игрушки это обалденный натуральный абсолютно выход я кстати была в аэропорту и пока было время до рейса там была вот какая-то выставка деревянных игрушек они конечно дорогие были там паровозик целый деревянный еще что-то и говорю ну вот же ну вот оно это конечно вот из нашего детства да это страшилка деревянные игрушки но этот вот эта страшилка сейчас может просто стать спасением потому что ну ребенка без игрушки не получается оставить но купить ему просто вот этот яд красивые это это надо просто непонятно просто быть в полном непонимании родителям что они делают когда они это понимают они не могут себе позволить такой вот вещь скажите а вот еще возвращаясь к этой зубной щетки если какие-то заменители но там природные есть такая штука называется мисвак это веточка не знаю что за растение такая веточка и и тихонечко вот так отрезают подобие вот коры вот этой разума размаховывают и вот чистят зубы единственно но конечно но непривычно нам потому что но если у щетина как бы 90 градусов к нам направленности то там неудобно и как бы задние задние зубы не очень удобно почистить дальние но это как такой вот вариант но в любом случае кушать что-то вот такое вот твердо нее не только вареную пищу а вот твердо когда у нас идет и природное очищение пусть когда мы яблоко грызем то есть это в любом случае как-то очищает зубы но у нас на сегодняшний день на самом деле с зубами у всех ну такая катастрофическая тема что вот без вот этих вот каких-то скажем так костылей нам не обойтись поэтому максимально хотя бы чтобы это было экологично опять же возвращаясь там чем мы чистим и так далее то есть это микропластик может содержаться зоной пастельку не ну на самом деле как бы природа дала нам вот это все но мы вот немножечко где-то что-то заблудились неправильно поняли надо сейчас выбираться с этого и искать альтернативы не думать о том что мы в каменный век возвращаемся вспомнить о том что вот это вот все грязное вот эти вот вот эти мы этот мусорный остров вот эти полигоны которые мы не видим не думать о том что раз мы этого не видим но этого но нету или меня не коснется потому что здоровье она вот здесь с вами здоровья ваших близких она вот здесь с вами и это все коснется в любом случае скорее всего уже коснулась простым еще не почувствуешь что ли до конца да то что болезнь не развивается сегодня на завтра и когда говорят про какую-то вещь да она безвредная вы посмотрите что будет лет через 50 через 50 лет мы схватимся за голову и скажем пошел же мы не подумали тогда так давайте подумаем сейчас прежде чем мы вот что-то вот такое вот будем внедрять даже вот что касается сейчас экологических каких-то вот вещей надо очень хорошо задумываться к чему это приведет дальше то есть очень очень взвешенно относиться я слышал высказывание одного из экологов он сказал что в ближайшие 10-15 лет но следующее поколение людей уже будет примерно наполовину они уже будут аллергиками то есть если сейчас аллергики составляют примерно там каждый там 10 или там 8 там да то скоро будет каждый второй аллергик и все будут на этих препаратах сидеть если может что-то не изменит очень может быть потому что на самом деле у нас сейчас мне нельзя найти человек кто скажет я абсолютно здоров но может быть сейчас там у него там плюс минус ничего не болит как-то нет здоровых есть плохо обследован точно поэтому есть такой момент надо конечно очень здорово задуматься вообще за профилактику надо и здоровье точно так же к колоде надо относиться то есть надо все всегда взвешивать что что к чему что будет дальше к чему это приведет то есть постоянно задавать себе вопросы потому что наворотить дров и вот пойти по неправильному пути легко человечество постоянно ошибается постоянно мы ищем какие-то пути выходы у нас в стране наверное это получилось из-за того что при развале союза получился капитализм и там уже немножко других диктовались правила экономики и кстати недавно смотрел и затыкались пачками денег наверно я смотрел цикл передач московские хроники мне будут конкретно вот эти вот выцепляла для себя вот эти моменты когда вот оно пришло вот был натуральный натуральный вдруг перла синтетика вот когда что и вот я не знаю конечно это передачи как как вы насколько она действительно отражает вот то что то что было но показано все так что получается мы очень ориентировались на запад то есть это пришло там и когда это кусочками такими небольшими привозилась у нас глаза загорались как у тех индейцев с бусиками мы тоже только хотим и у нас как как это нашему народу тогда надо дать им мы пошли химическую промышленность быстренько внедрять опять что-то там появилась вот вот это вот быстрая мода там даже тематика абсолютно не экологичная у нас вроде бы носили натуральные товары долго долгосрочно одевали там люди носили десятками лет одно и то же но потому что это было действительно как бы ну добротная зачем это надо было выбрасывать сейчас что вы быстрее быстрее в молодом меняем каждые три месяца новые каталоги каждые три месяца обновления коллекции быстрее быстрее каталогах это же бумага глянцевой иногда даже ты вообще не бумага иногда это просто пластик я когда-то видела передачу в германии был такой прекрасный канал на на сейчас есть арта и там очень много тем подымается прям изумительный канал вот если бы нам такое было у меня на телевизор как какой-то подобие телевизору было и вот я показывали именно вот печатную продукцию как производится вот эти чернила все остальное сейчас я схватил за голову то есть у меня не было представление насколько это масштабно насколько это не экологично сколько вообще-то в своих масштабах страшно и что и какое-то последствия имеет вообще вообще дальше поэтому отказ от любой печатной продукции по возможности это это вот просто обязательно нужно делать если вы задумываетесь про экологию то есть какие-то журналы не брать если где-то что-то предлагать максимально стараться избегать это то чтобы но чтобы даже сработал этот резонанс чтобы перестали это делать потому что конечно когда вы отказываетесь наш роде никуда не делась не испарился всего лишь сказали нет там распространить или еще чему-то голосу жир бурю плем однозначно то есть ваш выбор это уже шаг шаг в стороны колоке где-то где-то просто отказ что вы не взяли там какие-нибудь там рекламки или еще что-то но с печатными изданиями я думаю расправится интернет мобильные телефоны планшеты или электроника в принципе поэтому я думаю что это не такая большая с одной стороны до с другой стороны вот допустим вот два года назад у нас еще не было вот этих реклам магазинов этих продуктов а сейчас уже начали печатать почтовый ящик течение выписано он забит просто потому что в европе это просто сумасшествие у них ломятся от реклам почтовые ящики реально выламываются мы когда жили мы специально заказывали наклейку что пожалуйста никакой рекламы то есть это уже как бы они не приступают эти запреты они уже там почтальон распространитель и к вот кто кто этим занимается они уже это не вбрасывают но все остальные кто не наклеил они просто засыпаны купи-купи-купи-купи и все это естественно огромное количество а а фактически это что достал и вынул тут же мусорку это всего лишь путь от почтового ящика до мусора пусть сортированного но очень странно очень странно потому что сейчас же века для электронных технологий лучше заспамить ящик и mail дачу а это получается то что здесь легко отказаться от спама в смысле электронно а тут как бы человеку надо еще какие-то шаги поэтому на это делается упор то есть реклама вообще настолько не экологично и вообще вот вот все что с ней связано и как она осуществляется и к чему она в конце концов нас приводит к этому перепотребление просто дичайшему потому что на самом деле надо очень небольшое количество вещей и люди иногда очень несчастны от того что они просто завалены со всех сторон всем вы и покупали то они это явно из каких-то побуждений стать счастливее здоровее там может быть еще что-то никак не думали что я это куплю и буду очень экологичным очень несчастным совсем по-другому и разрабатывали они деньги на эти вещи тоже не для того чтобы стать несчастным а на самом деле вот окружение себя вот всем этим бессмысленным и и куда что то человеческая природа все-таки стремится всем другом большое спасибо что посетили нас и рассказали очень много интересного нашим зрителям о своей продукции что вы производите и чего его это все производить очень экологические вещи всем рекомендую вам желаю развития вашего бизнеса скажем так и процветания то что желаю того чтобы все больше и больше вашей продукции появлялась на полках магазинов и народ интересовался покупал да благодарим вас борис еще раз для минчан хотели бы напомнить что он в минске я открылся вот уже год не чуть меньше года функционирует магазин зеро и там можно найти не только наши товары но и другие товары которые не мы производим но они призваны для того чтобы многоразово защитить нас вот этого от этого одноразового мусора поэтому пожалуйста приходите читайте понимаете что за проблема у нас нами над всеми стоит и принимайте какие-то шаги которые нам всем помогут вы вылезти из этого из этого ужаса пластика который вокруг сейчас творится благодарим вас если что-то было непонятно из того что мы сейчас вот рассказала можно написать мы с удовольствием всегда отвечаем instagram вконтакте мы всегда отвечаем на комментарии до ссылки будет под роликом да то есть и адрес этого магазина в минске тоже будет да то есть можете сходить купить или просто прочитать поинтересоваться ознакомиться больше с этой тематикой вообще в принципе если вы первый раз вообще случайно наткнулись на этот ролик и первый раз вообще поняли что есть такая проблема ну вам спасибо большое всего доброго до свидания а на сегодня это все если это видео было для вас полезным и интересным поделитесь им со своими друзьями на тематических форумах и сайтах ставьте лайки подписывайтесь на канал жмите колокольчик все это позволяет развиваться нашему каналу если у вас есть интересные мысли на сегодняшнюю тему обязательно поделитесь ими в комментариях под видео всего доброго и берегите природу и Продолжение следует...